Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши! Мы начали озвучивать вопросы и ответы, которые на нашем сайте, вот здесь вот. Это очень большая работа, очень большая. Это будет новых, больше тысячи роликов новых, если, конечно, мы это осилим. Но так пришлось теперь считать самому. Ну, я ничего не могу сказать. Читай. Вопрос 1050, третий том открытым оком. О! Что такое чревовещание? И почему оно бывает у человека? Это мне задавали вопросы в университетах, в техниках, в школах, в милиции, вел занятия и везде. Этот бес, демон, вообще ведь человек и прорисающий, предсказывающий что-либо. Второе, пролипоменон. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, и как сжег огнем царь Иосия. Да. И чревовещателей, и волхвов, и капища, и идолов, и дубравы, бывшие в Иерусалиме и иудеи, чтобы утвердить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия, священник в Доме Господнем, Исаия. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и к шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых, а живых? Вот ответ какой дается. Что Бог об этом говорит? Сегодня, которые священники отвечают где-то, они вообще Библию в руки не берут. От себя что-то на память это скажут, слышал и проще это. Почему я говорю, ответы, которые у нас здесь есть, им никогда не создать? Это надо знать, жития почти наизусть, 1173. Все каноны и труды святых отцов. Иметь большой опыт и не преследовать свои цели. К себе не привязывать, а к Богу. Они этого не умеют. Практически почти-почти все. Дальше. И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. В советское время давала интервью одна из чревовещателей, сработавшая в цирке. Случилось, что им не было места в гостинице зимой, и она тут же взяла на руки завернутую куклу, и бес начал из нее издавать такие душесчипательные рулады замерзающего ребенка, что над ними сжалились и выдели номер гостиницы. Другой из чего вещатель похвалялся, как он продал богатому немецкому князю Курфюрсу за баснословную цену свою собаку, как умеющий разговаривать и отвечать на любые вопросы на чистом немецком языке. Во время торга в ресторане за собаку отвечал нечистый дух из чрева хозяина. Вот какой ответ. Значит, нужно знать многое из литературы, чтобы отвечать. Ну, я не знаю, чего и священников это так тянет отвечать на вопросы, когда не знают, что отвечать. Вопрос 1191, третий том открытым оком. Вот такие, брат, приходят студенты, отвечая приметами, и пользовались седой древности. У дьявола на этот счет большая практика-то. Он профессор в этом деле. Святые отцы написали особое правило против верящих в приметы. Шестой Вселенский Собор, считай, 61 правило. Предающиеся волшебникам, или так именуемым стоначальникам, или другим подобным, дабы узнать от них, что восхотят им открыть. Согласно с прежними отеческими и о них постановлениями, наподлежат правилу шестилетней епитимии. Вот как? На шесть лет отучен от причастия. Той же... Скажите, вы православные, у вас сколько колдунов в храме-то? Хоть раз применят? Нет. А они причищают этих колдунов, и, может, сами этим занимаются. Той же епитимии и надлежит подвергать и тех, которые водят медведиц или иных животных на посмешище и на вред простейших, и, соединяя обман с безумием, произносят гадания счастья о судьбе, о родословии и много других подобных толков, равные так именуемых облакогонителей, обаятелей, делателей предохранительных талисманов и колдунов, закосневающих же всем, и не обращающихся, и не убегающих от таковых пагубных и языческих вымыслов, определяем совсем извергать из церкви, как и священное правило повелевает. Ибо какое общение света ко тьме, якоже глаголит апостол, или какое сложение... Или кое сложение... Якоже... Саидолы. Какое общение сложения? Церкви Божьей Саидолы. Саидолы, да. Или какая часть верному с неверным? Какое же согласие Христа с Велиаром? Ну, можешь читать, потом по-русски переводить-то. Вот и все. Совершенно изгоняется. Поставьте этот вопрос. За последние 70-80 лет кто из церкви был выгнат? Хотя бы вышел, хотя бы на 40 дней, ни одного нет. Ну, понятно, что православия-то никакого и нет. Вот так, одна фикция только. Колокола, брожение. Включите это правило-то, и в церкви никого не останется. Иоанн Златоуст исключительно иронично высмеивает все с уверенной приметы, и верующих их считает пленниками дьявола. У находящихся-то в тайге есть правило. При уходе из таежной избушки подготовить ее полностью к приему посетителей, кто бы то ни был. Еда и топливо должны быть в полной готовности. Примите это правило для себя. Дьявол может дать возможность еретику пройти по воде, чтобы утвердить его в ереси, как говорит Антоний Великий, святые отцы. Вас дьявол уловил на вашем мусоре и домашней грязи. Относительно возвращения, могу сказать, что действительно, кто возвращается, что-либо забыв, тот рискует опознать на пояс. Этого делать не нужно. Так, еще просчитаем. Один. Вопрос 1220. Четвертый том, открытым оком. Открытым оком? Это у меня книги так называются. Кавычки и три точки, открытым оком. Первый коринфянам 6.3. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Вопрос, ангелов божьих или демонов? Ответ. О том, что ангелом называется духовное существо, как ангел-хранитель, знают все. От Матфея. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. О том, что демоны, бесы, нечистая сила, духи, зла тоже называются ангелами, но только с маленькой буквы знают все. Не все. Не все. Иуда. Да. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Я сказал все. Это священник тут был, отец Александр. Выходит, ну, братья и сестры, ну, как вы все это знаете? Я говорю, да, ничего не знаем, говорит. И он сам не знает. Это поговорка такая, как знают все. Так что я возвысил паству. Вячеслав. То, что Христос называется ангелом, знают единицы, даже и священников. Христос называется ангелом. Вот это у меня далеко улетело. Вот. Малахия. Малахия. Вот. Я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот. Он идет, говорит Господь Саваоф. Видите, кто ангелом называется? Приготовят передо мной. Это ангел Иоанн Креститель. И дальше, говорит, придет в храм свой Господь, которого ищете. И ангел завета. Это он ангел завета. А о том, что Священное Писание называет верующих с высоким положением в церкви ангелами, этого почти не знают даже и баптисты. Первый Коринфянам. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорящим для мира, для ангелов и человеков. Здесь, по словам ангел, понимаются знатные, почитаемые, уважаемые верующие. В конкретном случае здесь мы можем понимать под словом ангел нечистых духов или духовных вождей, павших, как звезды с неба. Откровение. И ангел Лаодикийской церкви напиши. Так говорит. Аминь. Свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. То есть ничего не выдумывая, а прямо что говорится об этом Слове Божьем. Еще один можно взять? Нет. Ну, все, пока. Дальше.